Около сотни ребят объединила летняя смена детского лагеря, которая состоялась на территории прихода святой живоначальной троицы агрогородка Салтановщина, что под Несвежим. Дети и подростки не только отдохнули, но и провели время с пользой для души. Как сделать, чтобы летний отдых запомнился на всю жизнь, узнали наши белорусские корреспонденты. В 150 километрах от белорусской столицы в живописной зеленой зоне агрогородке Салтановщина, что рядом с древним Несвежим культурным центром Беларуси, расположился православный детский лагерь. Здесь дети живут в оборудованных домиках, а также наслаждаются теплом, солнцем и общением со сверстниками. Большинство отдыхающих в лагере – вокалисты из детского хора «Большая семья» при воскресной школе Всехсвятского прихода Минска, которые приезжают в лагерь уже второй год подряд. Детям здесь хорошо, у них здесь есть дух такой, настоящий православный дух. Рядом храм, дети все время в храме, они живут этой жизнью постоянно. В лагере дети не только укрепляются физически, но и несут некоторую духовную нагрузку. Кто-то здесь впервые учится молиться, исповедуется, причащается. Ребята регулярно читают утренние и вечерние молитвы, участвуют в богослужении, а в рамках данной смены даже прошли крестным ходом по улицам Несвежа. И мы должны чаще выходить из наших храмов, стен наших воскресных школ, каких-то наших уютных уголков во внешний мир, для того, чтобы показать красоту нашей церкви. А красота, прежде всего, это наши дети, это наше будущее. Мы должны передать это все им, и они должны это хранить. Каждый день в лагере – новые мероприятия. Встречи, мастер-классы, лазер-так, футбол-концерты. Особое место отведено социальной направленности. Дети в нашем лагере трудятся, поют, каждый день начинают и заканчивают молитвой. Мы за лагерь делаем несколько крестных ходов. Мы ездим в детские дома, мы ездим в дома инвалидов. Каждый день были какие-то мероприятия, репетиции хора, концерты. Помимо этого мы еще выполняли наши ежедневные послушания, молитва, помощь на кухне, уборка территории. Организовать лагерь можно в любом приходе, но этим надо жить. К этому надо серьезно относиться, отмечает протерея Олег Абрамович. В лагере в Салтановщине дети учатся самостоятельности, осваивают необходимые трудовые навыки. Так незаметно из этих ребят вырастают хорошие жены и главы семейства. Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, мы чувствуем какую-то такую благодать. Здесь прекрасная атмосфера, очень вкусно кормят. Таких мест у нас очень мало, где собиралась бы разная молодежь, а светская и церковная. И здесь ребята светские, они тянутся за ребятами церковными. Много лет приход в Салтановщине подтверждает сегодня гласный статус одной из лучших православных детских здравниц. Здесь проходят мероприятия, связанные с воспитанием, реабилитацией, организацией досуг молодежи, инвалидов, подростков и социально неблагонадежных семей. Благо, всегда находятся неравнодушные люди, которые бескорыстно трудятся в проводимых в Салтановщине мероприятиях и помогают подрастающему поколению оздоровиться не только физически, но и духовно. Люди, которые приезжают в лагерь, которые работают на кухне, они работают не за деньги, а только за радость общения друг с другом. Чтобы видеть друг друга, видеть детей, такие люди есть. А нам сейчас говорят, что таких людей нет. Все за деньги. Вот приезжайте в Салтановщину, когда особенно у нас слеты, и увидите, что не все за деньги. Есть за совесть, за веру. И это было всегда. Информационный портал Собор Баи для телеканала «Союз».